Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в понедельник за богослужением читается Евангелие от Матфея. Глава 23, стихи с 13 по 22. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Горе вам, книжницы и фарисеи лицемери, яко затворяете царствие небесное предачеловеки. Выбо не входите, не входящих оставляете в нити. Горе вам, книжницы и фарисеи лицемери, яко приходите море и сушу сотворите единого пришельца. И гда будет творите его сына гиенны сугубиша вас. Горе вам, вожди слепи и глаголюще, ижеаще клянеца церковью нечесоже есть, а иже клянеца златым церковным должен есть. Буи и слепи, кои баболи есть, злато ли, или церковь светящая злато. И ижеаще клянеца алтарем нечесоже есть, а иже клянеца даром, иже вверху его должен есть. Буи и слепи, что баболи, дар ли, или алтарь светяй дар. Иже уба клянеца алтарем, клянеца им и сущим вверху его. И иже клянеца церковью, клянеца ею и живущим в ней. И кляныся небесем, клянеца престолом Божиим и сидящим на нем. Прочитаем вместе этот текст в синодальном переводе. Сказал Господь пришедшим к нему иудеям. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, «Если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Так же, если кто поклянется жертвенником, то ничего, а если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, содержат поистине суровые слова Спасителя, облючающие книжников и фарисеев. «Горе вам!» – так начинает Господь свою речь, обращенную к привилегированному классу иудейского общества. Обращение «горе вам» в греческом звучит как «уэ». И это слово трудно перевести, поскольку оно обозначает не только гнев, но и печаль. В этом слове не только дух жестокого осуждения, но и атмосфера острой трагедии. Александр Павлович Лопухин пишет, «Христос своим проникновенным взором видел, что современное ему положение дел не может продолжаться долго, и выразил это в грозной обличительной речи, которая принципиально применима ко всем народам, показывая, что фанатизм, мелочная обрядность, грабительство и жадность, лицемерие и любовь к внешним условностям могут угрожать гибелью всякому народу, если он не постарается вовремя освободиться от всех этих пороков». Греческое слово «ипокрите» обозначает лицемера или притворщика, скрывающего в свою подлинную натуру. В глазах Христа книжники и фарисии были притворщиками. Их представление о религии сводилось к внешнему показному соблюдению норм и правил закона, а в сердцах их были горечь, зависть, гордыня и высокомерие. Поэтому Господь и указывает на фарисеев и книжников, говоря, «Затворяйте Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Преподобный Иустин Попович так рассуждает о словах Спасителя. «Чем затворяют фарисеи Царство Небесное от людей? Своим лицемерием. Ибо, уча людей своей жизнью, кажущемуся благочестью, они им затворяют врата в Царство Небесное, в которое входят единственно истинным благочестием, то есть настоящей жизнью о Боге и в Боге. Человек становится достойным Царства Небесного, когда он на земле живет по закону неба, объявленному Господом нашим Иисусом Христом». Но фарисеи и книжники, противостоя Христу и Его Евангелию, сами не желали войти в Царство Небесное, и другим иудеям чинили препятствия. Обличая их за оскорбление, обиды и хищение имущества бедных и беспомощных вдов, и за мнимую набожность, проявляющуюся также и в долгих молитвах на показ, Господь осуждает религиозную элиту иудейского общества за их коварное миссионерство. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случается, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас». Святитель Иоанн Златоуст замечает, здесь Христос предъявляет и книжникам, и фарисеям два обвинения. Во-первых, в том, что они ничего не могут сделать для спасения многих, и что им стоит великого труда привлечь к себе хотя одного человека. Во-вторых, в том, что они совершенно не родят о сохранении того, кого приобрели, и не только не родят, но еще становятся его предателями, когда порочную своей жизнью развращают его и делают еще хуже. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, тот повинен, сокрушается Христос». Дело в том, что иудейские учителя разделяли клятвы на великие и малые, и учили, что исполнение малой клятвы необязательно. Клятва даром или церковным золотом считалась великой, а клятва храмом или алтарем – малой. Господь указывает, что клясться всем этим, значит клясться самим Богом, а потому нельзя нарушать ни одной из этих клятв. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, призывают задуматься о том, к чему нужно стремиться. Господь учит нас не казаться перед людьми праведными или благочестивыми, а быть такими на самом деле. То есть ждет от нас сердце искреннего и открытого, наполненного истинной верой и милосердной любовью к ближнему. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь!